Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы с вами рассмотрим такую важную макроэкономическую проблему, как экономическая нестабильность. Наша лекция состоит из трех вопросов. Безработица. Понятие формы и способы регулирования. Закон Оукена. Второй вопрос. Понятие виды и регулирования инфляции. И третий вопрос. Экономический цикл, механизм и необходимость государственного вмешательства. Безработица – это социально-экономическая проблема, когда часть трудоспособного населения не может найти работу. На данном рисунке представлена структура населения по рынку труда. Итак, что же такое безработица? Кто относится к безработным и как решить эту проблему? Для того, чтобы найти уровень безработицы, необходимо разделить количество безработных на рабочую силу и умножить на 100%. К безработным относятся люди, которые не имеют работу, но при этом активно ее ищут. Если человек не имеет работу и при этом не согласится работать, если ему будет предложена данная работа, то данный человек не является безработным. На данном рисунке показана безработица в Республике Казахстан. Итак, мы видим, что безработица составляет около 5%, что является очень хорошим показателем. Безработица состоит из следующих видов. Структурная безработица, фрикционная безработица и циклическая безработица. Фрикционная безработица – это безработица среди лиц, которые ищут работу по своей специальности. Почему человек может оказаться в категории безработных? Во-первых, это могут быть выпускники учебных заведений. Когда человек получил специальность, он какое-то время ищет себе работу. Также те, кто переходит на новое место жительства, люди после длительной болезни, все они ищут работу по своей специальности. Структурная безработица – это безработица, вызванная структурными сдвигами в экономике. В результате научно-технического прогресса часть профессии становится устаревшими, и люди из этих профессий попадают в категорию безработных. Циклическая безработица возникает в период экономического спада. Естественная безработица представляет собой сумму фрикционной безработицы и структурной безработицы. Закон Оукена показывает потери балового внутреннего продукта в результате превышения фактического уровня безработицы на 1%. По закону Оукена, если у нас безработица превышает естественный уровень на 1%, то потери ВВП составляют от 2,5% до 3%, что является очень большими потерями. Второй вопрос, который мы с вами рассмотрим – это инфляция. Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен в экономике. Инфляция состоит из следующих видов. Индуцированная инфляция, обусловленная какими-либо экономическими факторами. Административная инфляция – инфляция, порождаемая административно управляемыми ценами. Кредитная инфляция – инфляция, вызванная чрезмерной кредитной экспансией. Импортируемая инфляция – инфляция, вызванная воздействием внешних факторов. Социальная инфляция – рост цен под влиянием роста и сдержек в связи с новыми общественными требованиями, качестве продукции, охране окружающей среды и т.д. Инфляция в Республике Казахстан составляет около 10%. И в основном она является вследствием повышения денежной массы. Получается, что у нас ежегодно денежная масса увеличивается процентов на 20%, а производство растет на 5%. Разница между ростом денежной массы и ростом производства приводит к росту цен. Также бывает снижение цен. Это называется дефляция. В зависимости от темпов инфляции различают следующие виды инфляции. Ползучая инфляция, когда цены за год вырастают примерно на 3%. Умеренная инфляция, когда цены растут примерно на 10% в год. Галлопирующая инфляция, рост цен от 10% до 100%. И гиперинфляция, когда цены за месяц вырастают на 50% и выше. Для экономики наиболее проблематично является непредвиденная инфляция. Когда экономические агенты не знают, насколько повысятся цены на 2% или на 20%, они не могут вовремя подготовиться к данным повышениям цен. Это может привести к банкротству многих предприятий. Также делят инфляцию на инфляцию спроса, которая возникает вследствие милитаризации экономики, роста военных расходов, погашения дефицита госбюджета и внутреннего долга, эмиссии денег и платежных средств, кредитной экспансии банков и т.д. Часто для того, чтобы решить экономические проблемы, государство просто включает печатный станок, в результате денежная масса увеличивается, на какой-то период времени удается решить экономические проблемы, но это неизбежно приводит к росту цен. Это является инфляция спроса. Второй вид инфляции – инфляция издержек. Возникает в результате повышения цен на ресурсы. Ярким примером инфляции издержек это является повышение цен на энергоносители. Третий вопрос нашей лекции – это экономический цикл. Экономический цикл – это регулярные колебания уровней деловой активности. На данном рисунке показан пример экономического цикла. Мы видим, что экономика сперва растет, потом наблюдается снижение и потом наблюдается новый рост. Итак, первая фаза от точки D до точки T – это называется экономический рост. Она состоит из двух частей. От точки D до точки E – это оживление экономики, от точки E до точки T – это экономический рост. Что же происходит на этой стадии? На этой стадии увеличивается совокупный спрос. Повышение совокупного спроса приводит к повышению объема продаж. В результате повышения продаж фирмы начинают получать больше доходов, больше инвестируют, производство продолжает увеличиваться, экономика растет, благосостояние населения тоже растет. Заметим, что превышение производства идет с опережением над ростом цен. Это приводит к увеличению благосостояния населения. Когда экономика находится на пике своего развития в точке T, то в экономике прекращается рост продаж и появляются первые признаки экономической нестабильности. Многим предприятиям труднее продать свою продукцию, но они не могут понять, что в экономике уже перегрета. Дальше после точки T наступает спад. Конечно, все зависит от степени спада в экономике. Если спад у нас глубокий, это называется кризис. Если у нас спад не очень глубокий, то это называется рецессия. Когда экономика находится в состоянии спада, все начинается с уменьшением продаж. Фирмы уменьшают продажи, но при этом они какое-то время продолжают производить продукцию в прежнем объеме. Происходит затоваривание складов. Фирмы вынуждены уменьшать производство. Это приводит неизбежно к уменьшению занятости. И возникает драматическая ситуация. Люди начинают терять работу, доходы у людей уменьшаются. На это они отвечают резким сокращением покупок. Фирмам становится еще труднее продать произведенную продукцию. Они начинают еще больше экономить, сокращается занятость, благосостояние людей уменьшается, объем покупок продолжает уменьшаться, и в экономике наблюдается глубокий спад. Когда экономика находится в состоянии депрессии, в точке Т, спад прекращается, и появляются первые признаки экономической стабильности. И дальше все происходит по-новому. Начинают увеличиваться продажи, увеличивается производство, увеличивается занятость и благосостояние. Итак, почему возникают экономические циклы? Конечно, все зависит от ситуации в экономике. Часто бывают это шоки предложения. Фирмы производят продукцию, но товарные рынки уже затоваренные, потому что объем производства превышает объем потребления. Фирмам проблематично становится продать свою продукцию, они вынуждены сокращать производство. Это называются шоки предложения. Вторая причина могут быть политические шоки. Возникают в результате смены государственной власти. Если правящая политическая партия придерживается одних концепций управления экономикой, на смену им может прийти другая политическая партия, которая придерживается других взглядов. Например, одни считают, что надо увеличивать производство, другие считают, что надо увеличивать благосостояние людей, третьи придерживаются концепции, что надо стабилизировать цены. В результате этого могут возникнуть политические шоки, и производство тоже будет падать. Также могут возникнуть финансовые шоки. Финансовые шоки, ярким примером финансовых шоков, это был экономический кризис, мировой экономический кризис 2009 года, когда в США возник ипотечный кризис, и правительство США вынуждено повысить процентную ставку, и деньги с развивающихся рынков, в том числе и с Казахстана, стали возвращаться обратно в Соединенные Штаты Америки. Это вызвало экономическую рецессию в наших и других странах. На этом мы с вами сегодня закончим. Спасибо за внимание.